Привет, друзья! Закончился командный чемпионат страны среди мужчин, женщин, детей и так далее. А я все никак не могу добраться до дома. В пятницу вечером прилетел в Челябинск и надолго застрял здесь у Шурина. С этим связано и отсутствие роликов вчера и позавчера. Пауза стала неприличной и я решил рассказать вам про одну коротенькую партию, которая была сыграна в 1999 году на чемпионате на первенстве Урала, уральского региона. Проходило это первенство, как ни странно, в Уфе. То есть сейчас Уфа, насколько я понимаю, является поволжским регионом. Партия была сыграна в шестом туре. Мой противник стартовал пять из пяти. И в итоге мы с ним поделили первое и второе место. То есть набрав из одиннадцати по девять очков. В этой партии мне просто необходимо было выиграть. И поэтому первый ход сомнений не представлял. А вот то, что у меня доска не... Так, все, понял. Первый ход сомнений не представлял. Е2, Е4. Я тогда редко играл иначе. А ответ меня очень сильно порадовал. Защита Уфимцева всегда мне казалась крайне некорректным дебютом. В ответ на что можно играть как угодно. И белые неизбежно получат перевес. То есть я в этой позиции испытывал самые разные способы борьбы. В этой партии мне захотелось разыграть такую условную систему Земеша. То есть против староиндийской защиты есть построение с пешкой на Ф3. На рокировку, пользуясь тем, что у белых есть лишний темп по сравнению со староиндийской защитой. Там пешка на С4 стоит. Я решил, что пора уже идти ставить мат. Энергии было много. Но в принципе можно и так играть. Сейчас бы я, наверное, так разыгрывать дебют не стал. В ответ на Е5. Но меняться на Е5 не хочется. Потому что после размена на Д8 у черных здесь полный порядок. А у белых непонятно зачем ослабленное поле Ф4. Ход Ж5 выглядит более логичным. Но теперь белым надо считаться с тем, что у них пешка Ж5 начнет подвисать. После того, как конь ушел на Х5. Кстати, мне показалось, что можно взять ДЕ. Важный момент такой. Если черные сыграют ДЕ, то после... Виноват. После ферзь бьет Д8. Ладья бьет Д8. Конь Д5. Непонятно, как заищать пешку С7. На конь А6 последует. Слон бьет А6. БА. Ну и пешка С7 подвисает. А белые могут еще сделать полезный ход. Длинная рокировка. С угрозой коней Е7 шаг. И выиграть ладью Д8. Поэтому черных это не устраивает. Они бьют на Е5 слонов. Взятие слонов на Е5, конечно, тоже меня порадовало. Потому что теперь пункт Ф4 белым держать намного проще. А это значит, что их концепция... Имеет все шансы оказаться верной. То есть задача белых теперь вскрыть линию H. Кажется достаточно сложным. С другой стороны, ничего невозможного нет. У черных большие проблемы с созданием контр-игры. Так, например, на Б5 белые могут обнаглеть и взять на Б5, например. СБ, Ферз, Д5. Там ладья подвиснет. А могут и не наглеть. Могут просто сделать длинную рокировку. Или даже пойти пока что А2, А3. С неизбежной длинной рокировкой. Также белые могут рокировать в короткую сторону. Сыграть слон Ж2, рокировать. Потом пешку Ф запустить. В общем, эта позиция мне нравилась уже очень сильно. Вот Ф7 и Ф5 это ход против короткой рокировки. То есть подготовить слон Ж2 и Ф4 белые не могут. Угрожает Ф5 и Ф4. После чего слона Е5 согнать будет невозможно. Поэтому ответ белых вынужден. Взяли на Ф5. И только теперь закончили развитие. Кажется, что у черных все более-менее неплохо. Им удается захватить пространство. Но это иллюзия. Дело в том, что у белых... Ну, я думаю, что здесь очень много хороших ходов. Вот. Я выбрал самый заманчивый. Я напал на коня Х5. Хочу взять, конечно, не столько коня, может быть, сколько слона. Чтобы потом своего белопольного запустить куда-то в район поля Е6. Также, ну, может быть, хочу и взять на Х5. И потом сыграть конь Е4. И попытаться поставить коня на Ф6. Здесь, может быть, разменяв предварительно чернопольных слонов. В общем, здесь идей у белых много. Ну, и... Ну, таких интересных идей. Мой противник здесь... На тот момент, кстати, военнослужащий российской армии. А сейчас регулярно является директором... Или не директором... Ну, в общем, одним из организаторов Moscow Open. Артем Замфирович Ахметов. Тогда просто Артем решил уничтожить белопольного слона на Ф1. Естественно, если сейчас белые сыграют ладья Х4, то после конь бьет Ф1 ладья бьет Ф1. У них определенная компенсация за пешку будет. Потому что чернопольный слон очень силен. Он встанет на большую диагональ. Появятся идеи, связанные с жертвой ладьи на Х7. Но как-то это маловато. Вот. Маловато этого будет. Как в мультике. Вот. И черный король на Ж8... Он как-то очень ненадежно прикрыт. То есть и диагональ А2Ж8, и диагональ А1Х8 как-то сквозят. И очень хочется его замотовать слонами. К тому же ладья и кони у черных на ферзьном фланге еще не успели войти в бой. И это, конечно, натолкнуло меня на ход слон С4. Ну, понятно, что взятие на С4 проигрывает и за ферзь бьет Д8. Ладья бьет Д8, ладья бьет Д8. Просто ладья А1Х1 у белых... Хотя бы. У белых лишнее качество и страшная атака даже в Эншпле. Вот. А после слон Е6... То есть взять на А1 черные не успевают. Если не ошибаюсь, конь бьет Д5. И на слон Е6... По-моему, кони в 6 шах. И там еще ферзь висит. Поэтому надо бить ферзьем. И после ЖФ слон бьет С4. Вроде бы здесь никакой компенсации нету, потому что белые успевают... Или как-нибудь иначе. Ферзь Б4 или ферзь Х2. В общем, как-то сейчас доберутся и дадут мат. Это сомнений в том, что заматуют, у меня лично нету. Ну, в крайнем случае, все съедят. Сейчас коня съедят, потом того. Вот. Поэтому приходится играть слон Е6. Ну, теперь снова ход ДЦ невозможен. Белые полностью мобилизовали свои силы. И хотя по линии Аш матовой атаки нет, непонятно, как черным заищаться от угрозы слон С5. В дальнейшем ладья бьет Е6 и конь бьет Д5. Последовала конь Д7, но это оказалось с Зевком фигура. В плохой позиции, как говорил Зигберт Тарош, все ходы плохие. Поэтому удивляться Зевку не следует. Снова нельзя бить на Е4 и за слон бьет Е6. А теперь партия переходит в совершенно выигранный Эншпиль у белых. Ну, как Эншпиль? Эншпиль это заключительная стадия партии. То есть заключительную фазу. Хода кони в шаг удовлетворительной защиты нет. Черные без фигуры. И то, что у них три пешки, конечно, никак их не радует. Поэтому они сдались. Мне удалось догнать лидера. И дальше в дальнейшей гонке, периодически отставая от него, в общем, все-таки удалось его догнать в конце и выйти в финал России, который планировался по швейцарской системе со всеми призовыми местами, так как проводится сейчас. А проведен был по нокаут системе. И в финале чемпионата страны я в первом круге проиграл Михаилу Робертовичу Кабали в первой партии, во второй не смог его обыграть черными и быстро вылетел. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивичкин. До новых встреч.